Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава книги «Второзаконие» для библейского портала «Экзегет» читаю перевод российского библейского общества. «Второзаконие» — это повторение закона, как мы установили, и суть книги заключается в том, что накануне входа израильтян в землю обетованную, через 40 лет странствий по пустыне, Моисей, который очень скоро умрет, и, видимо, это осознает, им рассказывает об основных положениях закона. Но прежде чем он перейдет к закону, он напоминает им историю их странствий по пустыне. И мы говорили в первой главе о том, что в этом огромный смысл. То есть, ну, израильтяне, которые уже родились в пустыне, которые вот сейчас составляют его аудиторию, не то, что они про закон ничего не знают, наверное, знают, но для них это во многом абстракция, потому что закон-то там описан как закон уже народа живущего оседла, да, они пока вот в состоянии переходного периода. Ну вот, 40 лет они странствовали, понятно, что это такая смена поколений происходит заодно, да. И Моисей напоминает израильтянам о том, как все это происходило. И основной урок первой главы скажем, вот смотрите, почему мы вообще с вами 40 лет странствовали? Да потому что ваши предки, ну, вы, он там говорит, отказались послушать Господа, войти в обетованную землю, когда он им это повелел, а потом сами по своей инициативе начали войну с амареями, но ее проиграли. На этом завершалась первая глава, и, соответственно, итог понятия. Надо слушать Господа. Закон — это и есть вот те нормы, которые он установил. Но история на этом не кончилась. История странствий только началась с этого невхода в землю обетованную. Вторая глава пересказывает более подробно, причем с акцентом на как раз конфликты. «Мы повернули назад и пошли в пустыню по дороге, что ведет к морю Сув. Ну, это Красное море. Так повелел меня Господь. Мы долго шли, огибаясь в Ирские горы, соответственно, горы, где жили Амария, такие вот враждебные. Потом Господь сказал мне, хватит вам идти вокруг этих гор, поворачивайте на север и передайте народу, вы пойдете по земле ваших братьев, потомков Исаава, обитателей Саира. Они боятся вас. Смотрите же, не начинайте войну с ними, ни пяди их земли я не отдам вам, потому что Саирские горы отдал владение Исааву. И еду, которую вы будете есть, и воду, которую будете пить, покупайте у них за серебро. Господь ваш Бог благословляет вас во всех ваших делах. Ведомо Ему, как вы идете по этой великой пустыне. У них уже 40 лет, Господь Бог с вами, и вы ни в чем не испытываете нужды. То есть, смотрите, ходили они, ходили, и вдруг выясняется, а можно пройти и по этим землям. Но только при одном условии, мирно, покупая продовольствие и даже воду. Ну, воды на Ближнем Востоке маловато, поэтому и за воду приходится платить серебром. Мы ушли прочь от страны наших братьев, потомков Исаава. Ну, Исаав — это, соответственно, брат Иакова. Иаков — это предок израильтян, Исаав — предок моавитян. Это родственники. Обитатели Сыра от дороги, что идет по Араве, от Илаты и Ционгевера, и направились в Моавскую пустыню. Моав — еще один родственный народ от Лота, от племянника Авраама. Господь сказал мне, не нападайте на моавитян, не начинайте войну с ними из их земель, я ничего вам не отдам, потому что я дал ар во владении потомкам Лота. И вот смотрите, до израильтян уже, кажется, начинают доходить, что надо все-таки слушаться. Вот здесь они не начинают войны по своей инициативе. И эффект другой, им удается пройти. Прежде там жили имей народ большой, многочисленные и рослые, как Анакимы. Их, как и Анакимов, причисляют к Рифаимам, но и авитяне называют их имейами. Ну вот, Анакимы, Рифаимы, ну, еще встречаются и другие иногда названия, хотя редко. Нафилимы, например. Это какие-то гигантские люди, богатыри древности, о которых толком ничего не известно, которые чужие. И, ну, раз ничего не известно, я особо ничего не могу сказать. То есть какой-то народ, который там был и который, пожалуй, потомки Лота вытеснили, прогнали. А в Сырии прежде жили Харреи, но потомки Исааа завладели их землей, истребили их, и поселились там. Сделали то же, что сделали сыны Израилевы в той стране, которую Господь отдал им во владение. Кстати, вот интересная ремарка, которая показывает, что книга Второзакония написана после того, как израильтяне поселились в Ханаане, да, не Моисеем. Потому что они истребили после, да, после того, как вот закончились события, описанные в книге Второзакония. Вперед, сказал Господь, переходите в ущелье Зерод. И мы перешли в ущелье Зерод. Какое-то ущелье, мы даже точно не знаем, где это, но это пограничное между Идомом и Моабом, во всяком случае. 38 лет шли мы от Кадеш-Барнеа, большой оазис, в котором была у них стоянка, и вот перешли через Зерод. 38 лет им потребовалось, чтобы пройти по Синайской пустыне, вот к преддверию. Моаб – это уже преддверие обетованной земли, Ханаана – это напротив, примерно, Ерихона. Вот как долго бывает, когда люди упрямятся, да. В нашем стане уже не было никого из воинов прежнего поколения, как и поклялся им Господь. Рука Господа настигала в нашем стане одного за другим, и, наконец, никого из них в живых не осталось. Когда эти воины умерли, все до одного, «Господь сказал мне, вы идете через Арпу, Муавской земли, и скоро достигнете страны Аммонитян. Не нападайте на них, не начинайте войну с ними. Из их земель я ничего вам не отдам, потому что я дал эти земли во владение потомкам Лота». Два народа – Муав и Аммон от Лота. Да, у него было две дочери, вот в книге Бытия описаны, каким именно скандальным образом эти народы начали существовать. Эту страну Аммонитян тоже причисляют к землям Рифаимов. Прежде в ней жили Рифаимы, которых Аммонитяне называют замзумеями. Видите еще всякие подробности, как этих богатырей называли разные народы. Это был народ большой, многочисленный и рослый, как Анакимы. Но Господь истребил их. Аммонитяне владели их землей и поселились там. Господь сделал для Аммонитян то же, что сделал он для потомков Исавы, живущих в Сирии. Ведь он истребил Хореев, а потомки Исава владели их землей и живут там до сих пор. А Авеев, что жили в селениях вокруг Газа, истребили Кавторини. Кавтори тоже поселились на их земле. А Кавтори нет, скорее всего, филистимляне, потому что Кавтор — это Крит. А Кипр, простите. Это Кипр. И вот, соответственно, они выходцы из этих самых островов. И филистимляне тоже поселились несколько позднее, чем вот эта самая история странствий израильтян по землям Синая и Зайордания. «Вперед, — сказал Господь, — переходите ущелья Арнон. Смотрите, отдаю ваши руки Сихона Аммария, царя Хижбонского, его страну начинайте, завоевание воюйте». Еще одно пограничное ущелье Арнон, и это уже, соответственно, страна Аммуреев, с которыми они должны воевать. «С этого дня я буду вселять во все народы, какие есть под небом, страха уже сперед вами. Услышав про вас, они будут дрожать и трепетать». Вот, смотрите, первые опыты, описанные в первой главе, крайне неудачные. Опыт поражений в результате ослушания. А тут опыт побед, да. Вот тут уже пошли израильские, Сталинградская битва, Курская дуга и вот то, как они разбили всех своих врагов. «Из пустыни Кедемот я отправил послов к Сихону, царю Хижбонскому, предлагая ему мир». Это Моисей, естественно, говорит. «Я велел передать ему, позволь мне пройти по твоей земле, я пойду по дороге, не сверну ни вправо, ни влево, и иду, что мы будем есть, и воду, что мы будем пить, ты будешь продавать нам за серебро, только позволь пройти по твоей земле, как позволили потомки Исаава, живущие в Сирии, и Мавитяне, живущие в Варе. И мы уйдем за Иордан, в ту страну, которую дает нам Господь наш Бог». Ну вот попытка решить все миром. Обратим внимание, что здесь они даже более миролюбивы, чем от них требует Господь. Вот опыт поражения самареями запомнился. «Но Сихон Цархишбонский не захотел пропустить нас. Господь ваш Бог сделал его дух упрямым, а сердце непреклонным, чтобы отдать Сихона в ваши руки, что и свершилось». Кстати, та же самая история, что в Египте, как описывает книга «Исход», Господь ожесточил сердце фараона. И мы можем задать законный вопрос, если это Господь ожесточил, зачем наказывать египтян или фараона? Ну, Господь так ему внушил, он так и сделал. Вот вопрос о свободе воли в Пятикнижии пока не разбирается. Здесь такая двойственность. С одной стороны, он упрям, сердце его непреклонно, с другой стороны, это Господь. С одной стороны, человек сам выбирает свою линию поведения, несет ответственность, значит. С другой стороны, Господь всесиленно всеведущ, значит, в каком-то смысле это его выбор. Но автор Пятикнижия, авторы, наверное, пока не рассматривают этот вот тонкий момент, да, они пока излагают просто версию событий, как она им известна. И самое главное, здесь он отмечает, этот автор, что Господь не пассивный зритель, он вмешивается в том числе и здесь. Итак, Господь сказал мне, «Смотри, сперва я дам тебе Сихон и его страну, начни с завоевания этой страны. Сихон со всем своим войском вышел нам навстречу и уступил с нами в бой у Яхоца. Господь наш Бог отдал его в наши руки, мы убили его и сыновей его, перебили все его войско. В ту пору мы овладели всеми его городами и предали их заклятие, уничтожили. В этих городах мы истребили и мужчины, и женщины, и детей, и всех до последнего. Только скот и захваченные в городах добычу мы оставили себе». Он не уточняет, что это было заклятие по воле Бога, но судя по тому, что мы читаем, особенно в книге Иисуса Новина, да, это было именно так. То есть понятие геноцидов, понятие современного словаря, тогда его не было. И такое поведение, в общем-то, считалось нормальным. Это печально, с этим трудно согласиться, но это исторический факт, что тогда так делали практически все. И в чем разница с остальными народами? Ну, в том, что Моисей описывает, нам это велел Господь, да, и в том, что здесь они пытались это решить миром, даже тогда, когда у них была получена на это, собственно, лицензия, вот, дозволение эту войну начать. «От Араэра, что над Арнаунской долиной, и сирене, что в долине, ни одна крепость до самого Глада не смогла дать нам отпор. Господь наш Бог отдал нам все, но на страну аммонитян вы не нападали ни на долину реки Ябок, ни на горное селение, так велел Господь ваш Бог». То есть, по крайней мере, это насилие вводится в рамки, оно ограничивается. Да, вот если сравнить с ассирийскими, например, отчетами о военных компаниях, там вот всюду, куда приходят ассирийцы, всех убивают, все разрушают. Израильтяне, хотя это раньше, чем ассирия, по крайней мере, в какие-то рамки вводятся Богом, да, и это свыше. Наверное, сразу вводить для них Гаагскую и Женевскую конвенцию о гуманных методах ведения войны, об обращении с мирным населением, было бы невозможно. Но какие-то первые шаги, да, вот отказ от абсолютно произвольного насилия по отношению к мирному населению здесь уже есть. Эти шаги нам кажутся маленькими, недостаточными, но в древнем мире все возникало постепенно для того, чтобы тот мир, в котором мы сейчас живем, стал реальностью. Эти шаги должны были быть сделаны, и они были сделаны в тот момент. Третья глава нам расскажет о продолжении завоеваний и, собственно говоря, о том, что вот законы — это то, с чем вы теперь остаетесь, да. Вот Моисей скоро закончит свою жизнь, ну а закон, он останется с вами. Это будет третья глава. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова